Всем утро доброе, мои хорошие, мои любимые, мои дорогие! У меня понедельник, 5 октября, 8.18. Я сейчас приехала, побегу к Марисе с Ромой. Яна уже в школе. В общем, сегодня тяжело, она просыпалась. Как я её не старалась разбудить, она со мной только ругалась. Ну, это нормально, когда ребёнок хочет спать. И ты пытаешься будить, а ребёнок не хочет просыпаться. В общем, всё нормально, успели на уроке. У нас сегодня осень, настоящая осень. Пасмурно, дождливо, все листики под ногами и в воздухе витают. И луж много. Но при этом тепло. Хотя сначала я вчера посмотрела прогноз, обещали плюс 13. Я и Янку так теплее делаю и сама. А ехали по дороге, вот сейчас уже в машине радио слушали, сказали плюс 20. Ну, как так делают прогноз? Вечером одно, утром другое. Ладно, пойду к собакам. Вот что я вам говорила. Осень-осень, смотрю, у меня ещё закрыто. Маринка ещё не пришла. Видите, как пасмурно, сыро. Так, вот я думаю, мне же надо разобрать тут с собойку. Папка с собойку. В общем, всё, что для Димы я взяла, плюс книги ещё добрала. Наверное, сейчас потащу в магазин, сразу тут пройти 2 секунды. Всё. Загружаю опять на себя все эти мешки. И понесла. Маринка помогала мне тут. Точнее, она мне столько помогала, сколько удивлялась тому, как я всё тут готовлю. Всё, списочек написан. Всё по граммам надо расписывать. Здесь сверху книжки. И вот дальше там, видите, печенье, печенье, шоколад. Маринке больше всё понравилось, как я шоколадку. Её, видите, надо было всю достать и на маленькие кусочки всё абсолютно поломать. Вот, Марина была удивлена очень. Но я теперь знаю, как это надо делать. Видите? Но лучше не знать правильно, Марина говорит. Изучает холодильник. Смотрит, что же я тут вчера продала. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть попродавала. Но зато теперь, видишь, все цветы в холодильник вмещаются. У нас было так, что нам надо было доставать некоторые вазы, хризантему. Всё надо было доставать. А сейчас всё нормально. Без проблем. Вот. Так что цветы хорошие. Я посмотрела. Тут даже сегодня ничего списывать. Мы не будем всё вообще в идеальном состоянии. Единственное, надо будет посчитать, посмотреть. Может быть, и ценить что-то. В общем, сейчас будем смотреть с тобой. Я всё ещё нахожусь в магазине, потому что сначала к нам сюда приехала наша уже общая с Маринкой знакомая и моя зрительница Кристина. Мы с ней тут поели круассанчиков вкусных, кстати, новеньких творожных. И там чуть-чуть такого ещё не кого-то цедра лимона добавлено. Во. Советую, кто здесь будет фан-круассан. Берите. Очень мне понравилось. Одновременно Маринка в это время тут работала по магазинчику. А я всё пытаюсь понять, когда я могу поехать передачу передать Диме. Потому что непонятно там, что сейчас на Кристина происходит после вчерашнего марша. Вроде волонтёры лагерь свой собрали. И неизвестно, когда они вернутся. Вся запись через них. Вся связь идёт с ними. И, в принципе, они там всё это контролируют. В общем, сижу, мониторю чаты. И только что увидела, не знаю, это правдивая информация или нет. Но вроде бы вывесили объявление, что сейчас передачи будут передаваться только по четвергам в связи с распространением ковида в Беларуси. Если это так, то что мне теперь делать? Четверга ждать? Ну, как бы, вот, я не знаю теперь. Я планировала именно сегодня передать там книжки, чтобы было что почитать, перекусить. В общем, ну, пока, пока, пока я на связи. Пока пытаюсь понять. Если вдруг мне скажут, что всё в порядке и могу ехать, и что могу передать, то я просто поеду. У Янки сегодня один урок меньше было, учитель физкультуры заболел. Так что Янка пошла сейчас к Марысе с Ромой. С ними будет гулять. А я пока здесь. На улице вроде солнышко выглянуло, но, похоже, ненадолго, потому что опять такая чёрная туча идёт. Боюсь, что опять будет сейчас дождь. Так, а мы с Маринкой, наверное, тогда пока что чаёчку попьём. Да, я оплатила ренду. Помните, я вам вчера говорила, что я всё боялась, что я её забуду оплатить, потому что в голове сейчас ничего не задерживается. Всё нормально оплатила. Вот, и в холодильнике кристалла. И Маринка вон делает букетик. Покажи букетик. Сейчас вот так. О, видите, маленький комплиментик. Там хризантемка, кустовая розочка и эвкалипт цветущий. Совсем всего чуть-чуть, но классненький. Такой очень нежный. Янке сегодня понравилось делать букеты. Она их делает и делает. У нас у меня букетный конвейер. Показываю ещё один букетик в комплименте, который был создан Мариночкой. Очень мне нравится. Очень нежно, красиво получается. Брасика. Хризантема софтон. Эвкалипт бэйби. Хотя я это вообще... Ну, да, это бэйби. Хотя я цинерию заказывала. Хотя нет, это может быть смесь какая-то. Ладно. Не важно. Эустома розовая. Лимониум. И альстромерия. Вот. И сейчас всё это будет запаковываться. Как всегда, корейскую плёночку. И будет букет. И давайте зайду пока в холодильник. Тут у нас остатки с дня учителя. Как я вам говорила, день учителя прошёл мимо меня. И, в принципе, мимо многих в Беларуси, судя по тому, что мне пишут. И вот тот букетик, что я вам показывала, уже запакованный. И у нас тут гортензия была... Надломились соцветия. Но сама гортензия свежая, хорошая, классная. В общем, в итоге мы сделали небольшую такую композишку с цветущим эвкалиптом. Чуть-чуть надо было чем-то светлым разбавить. В общем, долго думали, решили добавить какой-то такой нежности. А то очень тяжёлая гортензия. Это в виде пёрышков. И этих, как они там называются? Эустома белая. Всё в такой шляпной коробочке. Ну и вот весь ассортимент, который у нас остался. В полях Рызантемы. В принципе, всё свеженькое, хорошенькое. Так что приходите, берите. Будем рады вам помочь. Комаринка будет сейчас тут описывать. Опись делает цветов. Я вам покажу уже в упаковочке. Как упаковка порой меняет внешний вид букета. Он и так мне нравился. А в упаковочке ещё больше нравится. Вот такой нежный сиренево-беленький букетик. Сейчас пойдёт, тоже станет на продажу в холодильник. Всё, я собираю уже все с собой вещи. Беру этот пакетик. Торбочку для Димы. Сейчас пока еду туда в Янке, где Марыся с Ромой. Побудем там. Потому что я ещё пока не понимаю, получится ли передать передачу. Дело в том, что после вчерашнего марша, похоже, есть вопросы по тому, как передать. По крайней мере, там вот два здания, ИВС и ЦИП, да. И вот ВВС каждый день можно было передавать передачи. А сегодня вывесили объявление. А, я вам уже говорила, только раз в неделю. И вот сейчас по ЦИПу тоже непонятно. Поэтому я контролирую. Как только буду знать, что можно, тогда и поеду. Ну, буду возить с собой, а что делать? Ну, здесь всё такое, что не портится. Даже без холодильника. Так что не страшно. Сейчас закину в багажник. Колбасу, может, только если что, на ночь заберу с собой в холодильнике, но... Всё, Маринка, тогда мы с тобой на сузвоне. Завтра в любом случае увидимся, да? Я поскакала. На улице распогодилась. Вот такая погода. Гулять надо. Гулять. Смотрите, какая у нас красивая осень. Я машину закрыла. Единственное, что если бы ветрено не было, так вообще было бы круто. Да, Янка, что ты прячешься? Покажись на камеру. Всё, мы приехали в гипермаркет. Сегодня мы решили с Янкой съесть пиццу. И считаем, что мы это услышали. Ну, вот, кипа есть пицца. Да, Янка? Янка у меня последнее время подсела на чупа-чупсы. Я предлагаю ей вот такой чупа-чупс. Ну как? В рот залезет? Нет? Большеват. Да? Надо поменьше чупа-чупсы сказать. Не облизывай. Вирусы. Покажи, у тебя размер, наверное, с твою голову. Нет, не, меньше, с мою знать. Всё, мы уже дома с Янкой дошли. Сегодня была акция. Каждую неделю, в общем, определенного вида пицца на акции по такой приятной, достаточно цене. Сегодня была французская пицца. Здесь бекон, ветчина, руккола, помидорки, чели. Черри. В общем, руки мыло? Мыло. Ну ладно, тогда ешь. Ты пизем. И я сейчас буду есть. Как это всё выглядит аппетитно. Всем приятного. С Янкой срочные вечерние сборы, потому что мы решили поехать переночевать всё-таки на той квартире, потому что сегодня утром я еле проснулась, чтобы Яна отвезти в школу. Я очень сильно боюсь, что я завтра могу проспать, и Яна опоздает в школу. А там всё-таки ей пешочком 5 минут идти. Так что мы сейчас собираемся, берём с собой кекса. Пусть его Марыся чуть-чуть погоняет, а то он стал очень вредным. Представляете, из-за того, что ему сегодня не понравилась та еда, которую я положила в миску, он мне сегодня гад, решил сделать подарок, подняв лапу на мою любимую шторку. В общем, я очень сильно на него злая. Есть в нём такая вот гадкая черта делать такие вещи, когда ему что-то не нравится. Вот поэтому он едет к Марыся на перевоспитание. Так что, мама, твой кекс наказан. Всем ещё раз привет. Марыся! Хотела вам Марысю показать, она сбегает. Иди сюда! В общем, мы с Яной, как и договаривались, решили ночевать здесь. Ой, на блюду нажала. В общем, я тут чуть-чуть ещё поприбиралась. Янка доделывает уже уроки, и я сажусь монтировать видео, чтобы вы завтра его могли посмотреть. И так непривычно, слушайте, мы уже переехали, и сейчас опять вернулись. Так забавно, ощущения такие. Опять у нас целая свора животных под ногами. И не только, да, Марыся? Не хочешь сниматься на мой YouTube-канал? Иди сюда, покажи, какая ты стала толстая, наглая, рыжая морда. Иди сюда. Рыжая, коричневая. Вон, смотрите, Янка счастливая, довольная. Видите? Какая большая Яна. Ну всё, спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо за ваши лайки, комментарии. И вот, наконец-то, вы увидели Марысю. Помните этого котёнка маленького? Вот, вот такая. Она сейчас жирненькая, толстенькая, но очень, очень ласковая и чистенькая. Всё, с вами была Оля. До новых встреч. Пока-пока.